В России горят НПЗ, воспламеняются урны для голосования и конкретно подгорает будущее Путина. И тех, кто готов подкинуть дровишек в огонь тотального российского пожара, все больше. Свежих новостей подкинем вам сейчас. Это программа 20 минут. Я Ирина Узлова. Взлетел в небеса. Первый завод в российской Калуге стал не первой и далеко не последней целью наших спецслужб. Этой ночью украинские беспилотники нанесли сокрушительный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области. Первый завод был создан с целью эксплуатации технологического оборудования, переработки товарной нефти и газоконденсата. Был да всплыл. Украинская разведка атаковала четырьмя дронами эту законную военную цель. По данным российских телеграм-каналов, три беспилотничка попали по нефтеперерабатывающему оборудованию нефтехимического заводика «Первый завод» в поселке Полотняный. Произошел пожар, оборудование получило повреждения. Никто не пострадал. При этом утром губернатор Калужской области Роман Бусаргин заявил, что в регионе якобы были сбиты четыре беспилотника, а пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Но российские медиаресурсы и эти кадры утверждают, что на самом деле был сбит только один беспилотник, а три как раз отбил непосредственно сам НПЗ. Это уже пятое крупное нефтяное предприятие, которое сталкивается с украинскими беспилотниками и сокрушителями последствия буквально за последние четыре дня. Цены на бензин в России уже взлетели до максимума за полгода после ударов Украины крупней по крупнейшим НПЗ. И не только это главная цель атак. Классика стратегии и тактики ведения боевых действий заключается в том, чтобы максимально лишить противника боекомплекта, чтобы ему нечем было стрелять, и мобильности, чтобы не на чем было ездить, летать и плавать. А это значит, что нужно уничтожать те мощности и ту логистику, которые обеспечивают боекомплекты горючие. При этом уничтожать нужно не только нефтеперерабатывающие заводы, хотя это крайне важный компонент, потому что это производство, поясняет президент Центра глобалистики «Стратегия-21», эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар. Ведь нефть в баке танков и самолетов не заливают, заливают нефтепродукт. То ли реактивное топливо, то ли дизель, то ли тому подобное. А все эти продукты производят нефтеперерабатывающие заводы, поэтому они являются абсолютно логичными и законными объектами ударов. 12 марта было также показательным, потому что на Орловщине горела после прилета еще и нефтебаза, а перед этим нефтебазы горели на Курщине, на Велгородщине и в других областях РФ. Цепочка такая. Завод переработал нефть, изготовил топливо, а дальше оно поставляется потенциальным потребителям, но до этого концентрируется ближе к потребителю на нефтебазах, в резервуарах, которые стоят в городской зоне или за ней отдельно. То есть нефтебазы – это объекты, где оптово хранится горющее, поэтому они и называются нефтебазами. Но нефти там нет, там бензины, дизель, реактивное топливо. Поэтому и они также подлежат уничтожению. Бесспорно, несколько десятков беспилотников не уничтожат всю нефтепереработку России за раз, конечно, нет. НПЗ – существо живучее, имеющее большую площадь, но Силы обороны Украины очень точно поражают именно те объекты, от которых зависит дальнейшая технология переработки нефти. В России чуть больше 70 нефтеперерабатывающих заводов, но основных крупных – 32. Более десятка основных НПЗ уже были поражены. Это не значит, что они совсем прекратили свою работу, но при условии нашего систематического приложения усилий им будет сложно работать. Ведь речь никогда не идет о том, что поразили определенную установку и все. Удары наносятся снова и снова. Собственно, так же бьют и россияне по нашим объектам. Технология одна и та же. Запустили десяток беспилотников, долетел один, один дело не сделал, но если 10 раз запустить по 10 беспилотников и каждый раз 1-2 попадут в цель, то так или иначе поражения будут. При этом невозможно обеспечить стопроцентную защиту нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, какая бы совершенная ПВО не стояла. Взгляните на масштабы России, площадь ее территории. Перед россиянами уже стоит дилемма, что прикрывать ПВО, потому что нужно что-то снимать с фронта и ставить где-то в тылу для прикрытия важных промышленных объектов. Трусы пусть снимают. Москву закрыли плотно. Даже в лучшие для России времена, то есть в советские, российская территория не была закрыта ПВО полностью. Гончар напоминает случай 1987 года, когда западно-германский пилот-любитель Матиас Руст пролетел фактически через половину европейской территории России и сел просто на Красной площади. Это говорит о том, что и тогда было сложно прикрыть сплошным щитом ПВО даже европейскую территорию России. Вот и сейчас для россиян есть дилемма, что прикрывать. То ли части, которые ведут боевые действия на фронте, то ли промышленные объекты. А промышленных объектов много. Конечно, основную часть прикрыли, но так или иначе никто никогда не знает, что и куда прилетит. А прилетать будет. Атаки по НПЗ будут и будут истощать главную экономическую жилу РФ. Проблемы с нефтью коснутся многих сфер жизни россиян, начиная от удара по кошельку, заканчивая по топливу для пассивной и бюджета страны-агрессорки в целом. Хлебушка не будет. Готовьте щипать травку, россиянчики. Прогнозируем вместе с политтехнологом Борисом Тизенкаузеном. Я думаю, многие заметили, что прилет идет не по каким-то там резервуарам, а по какой-то такой большой-большой установке. Это называется установка первичной перегонки. Как правило, по ней целятся. Почему? Потому что это самый дорогостоящий. И, в принципе, без этой установки невозможно перерабатывать нефть. Ни бензин, ни керосин, ни дизель, ни масла. То есть уже нельзя производить. Вот эта установка, она выходит из строя, и это серьезная проблема. Все это оборудование, все оборудование практически закупалось в досанкционный период. Это все западное оборудование. То есть починить могут россияне, но это займет очень долгое время. Если какие-то уникальные узлы повреждены, то необходимо заказывать через опять вот эти прокладки, обход санкций, ну, короче, целое дело. То есть получается, что россияне защитить эти НПЗ не могут. И абсолютно верно, их 30 плюс маленькие, ну, условно говоря, 40-45. Все они находятся в большинстве своем, в европейской части, как бы это странно ни звучало, Российской Федерации, в зоне достигаемости наших новых дронов уже. А это уже кадры Воронежской области. Там сегодня тоже крайне неспокойно. Просто все беспилотники пытаются поднять уровень активности на путинских перевыборах. Дроны атаковали военный аэродром. Телеграм-каналы сообщают, что жители Бутурлиновки слышали взрывы и стрельбу. Около города в 4 километрах буквально находится военный аэродром. Пишут, что обломки одного из дронов нашли на авиабазе. Ранее этот аэродром уже атаковали буквально 13 марта. Мы ведь с вами знаем рабочую схему. Дрон в одно и то же место всегда попадает. Будем бить на тысячи километров. Война накроет всю Россию. Или терпите, или делайте ноги. Российские оккупационные войска должны убраться с территории Украины, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Глава Кремля Путин ошибался, когда думал, что война не придет в Россию. Дальнобойные средства поражения Украины будут доставать на тысячи километров. Спокойной жизни Путину не будет до тех пор, пока он не уйдет с украинской территории. Обещает Данилов, обещаем и мы. Я хочу сказать, что если Путин считал, что война не придет на территорию России, он глубоко ошибается. Она придет и придет довольно далеко. Если на сегодняшний день они уже начинают страдать на расстоянии 800-900 километров, то поверьте, в ближайшее время это уже будет тысячи километров. Будут сложные 2-3 месяца, потому что РФ закончит сейчас так называемый избирательный процесс. Страны, конечно, будут признавать выборы в России, что является абсолютным позором в современном мире. Мы очень внимательно будем наблюдать, какие страны будут признавать выборы, какие страны будут приветствовать Путина с победой на этой вроде бы выборной гонке. И это будет довольно интересная ситуация. Бить, мстить, наказывать. Ведь террористы никак не угомонятся. Российские нелюди накрыли смертоносной кровавой ракетной атакой Одессу. В результате погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще почти полсотни людей, в том числе 7 сотрудников ГСЧС, получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Этот атак Путин возвращает Одессу домой, как говорил Медведев. Били ракетами «Искандер-М» из временно оккупированного Крыма, сообщили силы обороны Юга. В результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждено по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод, низкого давления, авто, скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Спасатели пожар ликвидировали. Все соответствующие службы устраняют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян. Завтра в Одессе области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, пишет глава Одесской областной военной администрации Леккипер. Мы присоединяемся. Один из домов на месте удара загорелся. Площадь пожара там составляла 120 квадратных метров. Его также ликвидировали. В результате второго российского ракетного удара по Одессе погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые прибыли на помощь людям после первого взрыва. Били дважды целенаправленно. Российские террористы знали, что на место прилета приедут медики и спасатели. Принцип повторных ударов заключается в желании врага увеличить количество жертв, объясняет Александр Коваленко. Первый удар наносится с целью уничтожения цели объекта, группы объектов. Но повторный удар с небольшой паузой по той же локации наносится в случае намерения увеличить количество жертв. Как среди раненых, так и среди служб, оказывающих им первую помощь. В противном случае парные и более удары наносятся практически одновременно. С учетом того, что первоначальное нанесение удара и последующие осуществлялись в Одессе по частному сектору, то есть заранее было известно, что жертвами станут гражданские лица, которым будет оказываться помощь. Последующий удар нес цель исключительно увеличения количества жертв, как среди пострадавших, так и служб спасения. Напомните, как такие действия квалифицируются? Путин, открывай шампанское, за тебя проголосовали. Нерадостно, невесело, но весьма торжественно проходят выборы Путина в пока еще российском Белгороде. С фанфарами, так сказать, с огоньком. В Белгороде с самого утра прерывают процесс голосования на участках из-за массовых обстрелов, громких взрывов, бесконечной ракетной опасности. Но и желающих из тех, кто не успел эвакуироваться, не так-то и много. Хотя есть и такие, верят в какую-то стабильность от Путина. О том, что она не заканчивается, о том, что эта война про, как сказать, про бесчеловечность. Там, где людей, где не считают, там, где брат, там брат и идет. Это, ну, очень тяжелая война, которая нас разрушает. За это я переживаю. Не туда обращаются. Путину плевать на жителей регионов РФ, как и с самим россиянам друг на друга. Даже если Белгород и Курск сотрустли со земли до выборов. И во время этого процесса об этом никто и не узнает, потому что с центра велено молчать, анализирует ситуацию журналистка Ксения Ларина. Там просто начинается паника, начинается хаос. Тут, конечно, важно, что они не хотят объявлять, как я понимаю, военное положение. Потому что у них по-прежнему это все у них, как на украинском языке называется, баловно. Да, такое слово. Так, так, такое, да. Хлопки, у них хлопок. Поэтому, конечно, если так, если по-прежнему они придерживаются вот такой версии и не признают, что границы уже прорваны и что война идет на территории Российской Федерации, я не знаю, наверное, они тянут время до выборов, конечно, судя по всему. Потому что куда деваться? Население как раз вот этих вот переганичных областей и регионов, куда заходят русские с оружием, я думаю, что оно как раз у Путина ищет защиты. Понимаете? Оно не Путина будет защищать, оно будет кричать. Вася Путина, как мне кажется, естественная реакция. Алло, власть, ты нас будешь защищать? Не будет. Российские добровольцы уже четвертые сутки между тем проводят рейд в Белгородской и Курской областях. Сегодня он продолжился как аккомпанемент президентских выборов в РФ. В Белгороде под мощные обстрелы срывалось голосование, а повстанцы активно вели бои и огонь по оккупантам. Российские добровольцы анонсировали массированный удар по Белгороду. Соответствующие заявления совместно сделали Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон. Срочное предупреждение для жителей Белгорода. В ближайшее время будет осуществлен массированный удар по военным объектам в городе Белгород. Призываем местных жителей немедленно пройти надежные укрытия и не выходить на улицу до окончания атаки. Распространяйте это сообщение среди белгородцев, помогите спасти жизнь землякам, говорится в сообщении. Примечательно, что мало того, что они культурно анонсируют, так еще и добавляют с уважением. Вчера по итогам эвакуации в Русском добровольческом корпусе заявили, что более 7 тысяч автомобилей белгородцев проехали гуманитарным коридором для эвакуации. А еще более 600 автомобилей выехали эвакуационным коридором из города Курск, где тоже неспокойно. В то время как местная власть по указу Кремля напротив блокирует эвакуацию мирного населения. Конечно, бомбежка и захват населенных пунктов РФ не должны испортить праздничек диктатору. Тем более на помощь могло прийти электронное голосование. Но и тут возник нюанс. Электронное голосование сломалось в первый день выборов в РФ из-за как будто бы беспрецедентного количества желающих проголосовать или рукокривости творцов. С самого утра огромное количество людей голосует там принудительно, говорится председатель движения «Голос» Станислав Андреичук. По его словам, явка на электронное голосование на текущих так называемых выборах просто зашкаливает. Операторы системы пишут о большом интересе. Но мы его природу хорошо понимаем, голосуют с утра на рабочих местах под пристальным оком начальников, отметил Андреичук. И под дулом автоматов, незаконно и беспринципно на временно оккупированных территориях Украины. Так ущербный диктатор Путин, который правит уже 24 года, заставляет себя любить. В МИД Украины ранее, напомню, уже заявляли, что такое голосование на временно захваченных наших землях будет ничтожным юридически. 14 марта главы парламентских комитетов по иностранным делам 23 стран отвергли легитимность так называемых выборов президента России на оккупированных территориях и осудили их проведение. 15 марта в ГУР Минобороны Украины сообщили, что военнослужащим России разрешили голосовать на выборах без физического присутствия и даже без оригиналов документов. Мол, это упростит фальсификацию за счет привлечения мертвых душ. Файер-шоу. Зажигательные выборы несутся просторами России. В Санкт-Петербурге, родном городке Путина, не в подворотню, а прямо в избирательный участок, попали коктейли Молотова. Три попытки поджога в целом уже произошли на избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге и Когалыме. Пожилая москвичка подожгла будку для голосования на участке номер 1527 в Марьине. Женщина сначала подожгла воспламеняющуюся жидкость, а затем и саму будку для голосования, после чего начала снимать процесс на телефон. Другой инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Там 21-летняя девушка бросила коктейльчик Молотова в 358-ю школу, где с утра работают два избирательных участка. Третья попытка поджога произошла в городе Когалым на избирательном участке номер 484. Женщина попыталась поджечь ящик для голосования при помощи бутылочки с зажигательной смесью. Полиция всех троих задержала. По предварительным данным, они получили задание от мошенников из Украины. Конечно же, от кого еще? В Центре избиркома добавили, что в результате инцидента в бюллетене не пострадали. Слава Богу! Глава ЦИК Алла Памфилова назвала подонками, те, кто попытался испортить урны для голосования. Послушайте, говорит внимательно, для всех. Это 141-я статья Уголовного кодекса. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии до 5 лет. Специально для всех подонков, говорит она, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли проголосовать. Вела она. Пришли-пришли. Не только с автоматами-коктейлями, но с чернилами и с зеленкой. Против фальсификации, ручек с исчезающими чернилами, принуждений, да и против самого Путина. Каждый, как может, выражает протест в стране без прав, свобод и выбора. Россияне активно заливают зеленкой урны. Урны для бюллетеней. О таких случаях известно в Москве, Карачаево-Черкесии и Ростовской области. Несколько избирателей в Москве вылили зеленку и чернила в избирательные урны. Один из случаев произошел в Марьино, а второй в районе Алтуфьевского шоссе. На видео с избирательного участка в Марьино девушка сначала разговаривала по телефону, потом начала выкрикивать про украинские лозунги, а затем уж залила это все зеленкой и прямо в урну. Она даже женщину задержали, на нее возбудили дело по той самой статье о подонках 141 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей грозит срок до 5 лет. Аналогичный случай произошел в городе Борисоглебске, Воронежской области, пишет телеграм-канон «База». Женщина пришла на участок в юго-восточном микрорайоне и во время голосования вылила зеленку в урну с бюллетенями. Порча бюллетеней чернилами также произошла в Ростове и Карачаево-Черкесии, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Вот вам и всем ЦИК. Не обходится на выборах диктатора, которых нет, не только без инцидентов, но и без маразматических приколов. В Подмосковье избиратели встречают Чебурашка с триколором и апельсинами. Чебурашка, Барби, Опенгеймер, Оленевод, Киберпанк, Рюкзаки, даже Такер Карсон. Пришли все. Поставить галочку на бюллетень в Югорске пришла дама в костюме ушастого. Правда, перед сотрудниками пришлось раздеться, чтобы те проверили данные паспорта. В Тюмени сегодня самые розовые. Мама с дочкой в костюмах куклы Барби. Не хватало только рая на госуслуг, шутят российские телеграм-каналы. А вход на участок охранял тот самый картонный Такер Карсон в роскошных красных макасах. Ну и на сладкое пример упорства, который всем был нужен. Оленевод вместе с женой и двумя дочками из Ямальского района проехал 150 километров. По степи на снегоходе, чтобы проголосовать на выборах. Потому что не успел сделать это на досрочном голосовании. Какие-то молодожены устроили свадьбу, Стас Михайлов концерт. Хоть там его послушают. Некоторые пришли в маскарадных костюмах. Впрочем, зря мы смеемся. Серьезный демократический процесс. Контроль за выборами Путина доверили наблюдателям из Сирии и Ирана. Наблюдать за переизбранием Путина на 105-й президентский срок приехали более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, посчитала председатель ЦИК России Алла Памфилова. Эти нет, эти не подонки. По ее словам, они прибыли в Россию вопреки колоссальному давлению Запада. При этом наблюдать за ходом голосования отказался Европарламент. Также не будет наблюдателей от ВЕРО по демократическим институтам и правам человека БСЕ и парламентской ассамблеи Совета Европы. Решили сразу просто поверить и перейти к поздравлениям. «Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции, никакой свободы, никакого выбора», написал на своей странице глава Евросовета Шарль Мишель и досрочно поздравил Путина с победой на выборах президента. Председатель Европейского совета Шарль Мишель вот таким образом поздравил Путина с победой на стартовавших выборах, отметив, что в Российской Федерации нет ничего ни оппозиции, ни свободы того выбора. Своеобразно поздравил уже Путина и Эммануэль Макрон, не первый раз. От такого сюрприза, полагаем, ботокс бункерного перекосило не на шутку. Мир – это не капитуляция и не ампутация. Россия не должна выиграть войну. Путин – экзистенциальная угроза для человечества. Мы не должны быть слабыми и не можем позволить России победить. И да, у нас тоже ядерное оружие. Вот так звучит ответ на угрозы и прорывной разворот Макрона на 180 градусов от Путина. Хорош нам угрожать, мы и сами умеем. Мир в Украине – это не капитуляция и не ампутация Украины. Если ситуация в войне будет ухудшаться, ответственность за это будет лежать исключительно на России. Путин перешел все границы. Если бы мы наивно сказали ему, что не пойдем дальше того или этого, имеются в виду опасения западных стран действовать более решительно в отношении РФ, то в такой момент мы бы не решили вопрос мира, а согласились бы на поражение. Развязанная Россией война является экзистенциальной и для Франции, и для Европы. Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности в Европе. Кто хоть на секунду может подумать, что Путин, который не сдержал ни одного из ограничений, и ни одного из своих обязательств остановится? Те, кто накладывают ограничения на поддержку Украины, выбирают не мир, а поражение. Мы не идем по пути эскалации, мы не воюем с Россией, но мы должны четко заявлять, мы не должны позволить России победить. Не меньший резонанс вызвало и очередное заявление Макрона о гипотетической отправке французских военных в Одессу. Еще до телеинтервью французского президента газета «Лэмонде» опубликовала 14 марта собственную статью, в которой рассказала об инсайдах относительно внутренних дискуссий в Елисейском дворце. По данным источников издания, 21 февраля 2024 года Эммануэль Макрон якобы допускал в закрытом кругу, что готов отправить военных в Украину. Как пишет издание, в то время Макрон понимал, что ситуация в Украине ухудшается, а война затягивается. Во всяком случае, в следующем году мне придется отправить ребят в Одессу, якобы сказал французский лидер перед гостями в портретной комнате Елисейского дворца ночью 21 февраля, держа в руке стакан виски. Пишет издание, цитируя слова президента в соответствии с данными своего неназванного источника. В материале газеты также говорится, что вариант отправки французских военных в Украину рассматривался еще в июне 2023 года. Капитан очевидность Песков заявление Макрона прокомментировал, отрабатывая зарплату за март, но на премию не дотянул. Говорит, мы читаем. Безусловно, мы читаем заявление господина Макрона. То, что Россия противник, да, для Франции это очевидно. Собственно, потому что Франция, она уже втянута в войну на Украине. Собственно, она косвенно принимает участие в этой войне. Ну и, судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности. Хоть что-то они читают. Россия, полный мировой изгой, все больше стран-союзников Украины прорабатывают острые варианты видоизменения помощи Украине, дабы как можно быстрее положить край и российской агрессии, и российскому агрессору. Рассуждает в нашем эфире политехнолог Михаил Шительман. В чем Франция может превзойти Германию? В чем ее сильные точки по сравнению с Германией? Германия может дать больше денег? Да, потому что у нее просто их больше, в принципе. Просто больше ВВП и так далее. Германия может дать больше техники? Да, потому что это у нее рейн-металл и другая промышленность. Как сказал Макрон, Франция производит 100 снарядов в день. Он нам сказал вчера в этом интервью, что Франция производит 100 снарядов в день. Вот, всего. Значит, этому он тоже помочь не может. И тогда что он выделил? А две вещи. Первое, мы сверхдержавы, у нас есть ядерное оружие. А второе, у нас, в отличие от Германии, нет вот этого сантимента по поводу Второй мировой войны. Мы можем посылать войска туда, куда захотим. Вот он, благодаря этим двум пунктам, решил забрать лидерство себе Франции. Ла Фигаро констатирует, что резонансное интервью Макрона от 14 марта впервые подтвердило радикальные изменения его российской политики. Ведь хозяин Елисейского дворца, который еще в начале вторжения РФ настойчиво пытался образумить Путина, сейчас превратился в одного из главных представителей лагеря жестких оппонентов Кремля. Агентство АФП отмечает, что в полярном политическом ландшафте Франции война России против Украины стала основной актуальной темой. А острое интервью Макрона вышло после того, как в феврале он взбудоражил европейское сообщество, не исключив отправку наземных западных сил в Украину. Агентство также подчеркивает, что заявления президента Франции прозвучали за считанные месяцы до важных выборов в Европарламент, которые состоятся уже в июне 2024. Газета ЛМНД отмечает, что в новом интервью Макрон пытался справиться со сложной задачей. Подготовить сознание европейцев к прорыву в пользу Киева, не уточняя его контуров. Мол, таким образом, французский президент стремился успокоить возмущения, вызванные во Франции и за рубежом его противоречивыми заявлениями о возможном вводе войск союзников в Украину, считают журналисты ЛМНД. Именно как стремление убедить своих многочисленных критиков, они рассматривают акцент Макрона на экзистенциальной угрозе, которую несет война против Украины для Европы и для Франции. ЛМНД также расценила как намек в адрес Берлина критические заявления президента Франции относительно ограничений военной помощи Украине. Тем более, что через несколько часов после интервью Макрон полетел в столицу Германию, до 15 марта встретиться там с канцлером Германии Олафом Шольцем, который очень хочет избежать эскалации с Москвой. Они должны попытаться решить свои разноглазия по этому вопросу во время беседы тет-а-тет и перед встречей с премьер-министром Польши Дональдом Тузском, напоминает издание. Попытка трехстороннего диалога в формате Веймарского треугольника организована за неделю до следующего заседания Европейского Совета, которое будет посвящено в основном войне в Украине. Чем острее, тем логичнее. Ведь пока кто-то на Западе колеблется, Россия готова пойти войной против НАТО. Буквально в следующие 10 лет Кремль перевел экономику на военные рельсы и проводит переформатирование своей армии. Об этом заявили в разведке Эстонии. Как сообщает Foreign Policy, генеральный директор службы внешней разведки Эстонии Кауло Росин сказал, что оккупанты научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с серьезной скоростью. Похоже, что россияне в принципе превращаются в организацию, которая учится у армии, отметил он. Росин акцентировал внимание на том, что Россия всегда действовала при помощи массовости. Оккупанты, судя по всему, создадут низкотехнологические войска, бросаясь РСР с большой огневой мощностью и артиллерией. Как полагает эстонский разведчик, война Аэрофината не неизбежна. Еще можно прибегнуть к шагам с целью сдерживания Москвы. Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе. Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от результата этой войны, подчеркнул Кауло Росин. Там, где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство. Еще в 18 веке Джон Адамс, известный политик, второй президент США, сказал эту фразу. Впрочем, в России это все вкладывается в одно предложение. Друзья, мы всегда вкладываемся в больше предложений, готовы вкладываться для вас в нашу информацию, поэтому приходите к нам в понедельник, будем скучать, увидимся и победим. С вами была Ирина Узлова и наша программа «20 минут». Продолжение следует...